Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня у нас 18 июня. Погода прекрасная, мне нравится, пасмурно. Где-то будет 22 градуса днём. Сейчас уже около 20, но просто прекрасно. А то мы высадили цветочки. Они ещё не успели адаптироваться под открытым небом, в открытом грунте. И вдруг такая жара до несколько дней. Они у нас вообще обгорели, обгорели. Пришлось свои колеусы накрывать укрывным материалом, шестидесяткой. Вот, смотрите, стоят дуги, я даже их не убираю. Так как у нас ещё будет больше 30 градусов. Ну, может быть, через недельку, к субботе, по-моему. И я опять их накрою. Мне недолго. Набросил такими зажимами канцелярскими. Зажал, прицепил, и они стоят. Зато они у нас такие будут красивые. Я думаю, может быть, на этот раз не выгорят. Но красота, красота, друзья, красота. Вообще-то ролик не о цветах. Цветы я буду показывать по минимуму. Если где-то, где-то они мне попадутся. Ролик у меня такой огородный влог. И в основном я хочу вам показать перцы, на которых уже вершинная гниль. А, как мы знаем, вершинная гниль – это не заболевание вершинка. Это не хватает кальция. Иду к перцам мимо гортензии. Но как не показать? Представляете, какие уже бутоны, бутоны. Прямо на стадии почти открывания. И скоро она зацветет. И я думаю, это будет точно бомба. У меня впервые такая гортензия. Не впервые. В прошлом году я ее купила на рынке. И за лето она у меня выбросила, наверное, два цветочка. А сейчас-то она какая вообще. Ну, просто супер. Это просто парик какой-то. Шапка – это коллизия. Там уже тоже развешала все подвесы. Это я все иду к своим перцам. Иду мимо своих клумб. Ну, как не показать? Это цене Захара. И она вот так вот уже стала куститься. И такая красавица. Такая красавица. Вот. А здесь вербена. Вербена вегетативная. Вот такие красотки. У меня еще есть белая. Но она маленькая. Я ее подсадила в композицию. Но просто хочу показать, что у меня четыре вегетативных вербены. Не показать, а рассказать. Три показываю, а одну не показываю. Вчера перевалила из трехлитрового горшка в пятилитровый калибрахо. Это у меня будет замена, замена. Если какой-то подвес пропадет, он в белом тоже подвесе. Я его беру и заменяю на другой подвес. Вот здесь точно так же. Эти два у меня резервные. Это такая тоже питунья красавица. Но она еще маловато. Я ее купила нынче на рынке. Она обязательно разрастется. Ну, может быть, вот с месяц. И они, конечно, будут у меня готовые. Опять же, опять же, иду к перцам. И показываю вам томаты, которые растут в открытом грунте. Эта ляна, она вся уже завязывает помидорочки. Пожалуйста, вот на улице. И за ней, за ляной, да и не только за ляной, за всеми этими томатами лежит укрывное. Когда была жара, мы тоже набрасывали на вот эту палку. Другой палкой вот здесь вот прижимали. И они у нас стояли. Сейчас они открытые. Кемелиц тоже завязывает. Да все-все томаты завязывают плоды. Так что на улице томаты пока неплохие. Неплохие. Ну, и я подошла к перцам. В общем, перцы неплохие. Вот здесь вот немножко в этом конце парника они отстают. Ну, перцы есть. Вот, смотрите, там перцы. Все нормально. Вырастут. Здесь, как он был маленький, так и остался сладкий из палермо. Вот такие перцы. И вот мы смотрим. Смотрим вершинную гниль. Вот, видите, томатик, хотела сказать, перчик. Раньше я не знала, что такое вершинная гниль на перцах. Потому что на помидорах нам ясно. А на перцах, я думала, это какой-то ожог от солнца. Но нет. Никакой это не ожог. Это нехватка, друзья, кальция. Вот, перцев много. Перцы хорошие. Ранний посев перца мне понравился. Сеяла я их где-то 7... Нет, 12 февраля осеяла. И они вот так вот у меня наплодили. Вот к этим перцам подойдем и смотрим. Вот она. Вот она, вершинка. Пока я вижу только два перца. Уже мне нехорошо. Вот так вот перцы. Плодят перцы. И плохие, но с вершинкой, с вершинкой. И тогда как-то вам показываю перцы, говорю, что питон, пока нет перцев, но они обязательно будут. Он очень урожайный. Вот посмотрите уже, какие здесь перцы у питона. Он будет весь в перцах. Сразу говорю, что я перец не формирую. Ну, знаю, как формировать, но никогда не формирую. Потому что, ну, мне это не надо. Не надо, сколько наплодит, столько и ладно. Тем более у нас Сибирь. И мы рано все убираем. И вот эти все на пасынках урожая у нас просто, я думаю, и не вырастут. Вот так, друзья. Кальцием я обрабатывала, когда они были, можно сказать, в младенчестве. Маленькие. Все было нормально. И обрабатывала, может быть, пару раз. И здесь уже вот эту рассаду или перцы, которые я высадила в этот парник, я обрабатывала по листу. Один раз кальциевой селитрой. По-видимому, это маловато. Буквально позавчера я полила еще кальциевой селитрой под корень. Ну, я не знаю. Не знаю. Макбором обрабатывала пару раз. И вот такой результат. Уже два перца с вершинкой. Что я хочу сказать. Обычно пишут, что это бывает на первых плодах. Возможно, потом ее не будет. Не знаю. Но я вам обязательно расскажу, сколько у меня перчиков было в этом парнике с вершинкой, друзья. А так, вы видите, перцы вяжутся. И в это время у меня никогда не было таких перцев. Вот что значит ранний посев. Я теперь точно заранее посев, друзья. Сегодня в огородном влоге я хочу вам показать, ну, как растут мои овощи. Растут и развиваются. Вот здесь по краю грядки я посадила бархатцы. Бархатцы разные. Вот здесь один сорт. Там уже пошел другой сорт. Видно, что он совершенно будет другой. И третий сорт. Посмотрим, когда зацветут, какие же будут. Вдалеке у меня календула. Купила календулу и посеяла семенами. И представляете, она вот такая уже большая. Она зацветет и еще даст семена. Трава растет, конечно, быстро. Недавно полола и уже здесь все в траве. Посадила я ее, чтобы собрать цветочки, посушить и пользоваться как лекарством. Антисептик это. Ну и покажу вам свою капусту, как растет. Это капуста чача. Вот так она растет. Такая вот. Я думаю, что она уже завязывает елочки. Чача не уходит в цветение. Мне подсказали мои подписчики. Спасибо им. И я в прошлом году сажала. Действительно, она такая. Это чача. Здесь у меня капуста слава, по-моему. Один будет вилочек. Ну, один корень, можно сказать. Так, это у меня дарья цветная капуста. Три корня. Хороший вот там листочек, что-то маленько, желтоватый. Но я думаю, что он обгорел, наверное, когда я закрывала банками из-под тасола, пятилитровыми. И, возможно, он там обгорел. А может быть, вот сейчас жара была. И хочу сказать и показать вам мегатон. Это мегатон. Это тоже ранний посев. Сестра у меня сеяла в марте. А я свой мегатон в апреле. И вот такой мегатон с ее рассады. Она рано сеет. Потом у нее капуста такая большая, как я уже говорила, что она ее возит на тележке домой. Потому что очень-очень тяжелая. Сейчас я пойду на другую грядку и покажу вам свой мегатон, который садила... Сеяла, который на месяц позже. В этой стороне у меня тоже грядочка с капустой. И я ее вам показываю. Это ринда. Ринда, и она, представляете, тоже уже начала как бы завязывать качанчики. Всю вот эту капусту я сеяла 16 апреля. Как раз на месяц позже, чем моя сестра. Дальше подходим. Вот это капуста мегатон. Ту капусту показывала. И вот. Она почти догнала. Тоже там завязывает вилочек. И, в общем, все с ней хорошо. И вот здесь у меня две грибовских. Они попали под заморозки конкретные. Тоже были под банками. И вот немножечко еще листья подмороженные. Конечно, были посильнее подмороженные. Я их убрала. Но вот здесь еще остались. Вот такая ринда. И тоже завязывает качанчики. И последняя капуста у меня брюссельская. Орешки называется. Что за капуста? Мы потом посмотрим. Вот так, друзья. А теперь про лук эксибишин. Сажала я на садовке ведро лук. Ставила в теплицу рано. И он рос-рос. И потом весь пропал. Я здесь посадила в грунт. В грядку. Вроде бы растет. Но вот один надо выбросить. Толку с него точно не будет. А из этих, если я и соберу семена, хватит вполне. Из трех луковиц. И дальше. Вот этот у меня эксибишин. Который я сеялась в феврале. 12-го, по-моему, февраля. Так вот он выглядит. Ну, вроде бы и неплохой. Весь зелененький. Есть, конечно, вот такие там экземпляры, которые легко убираются. Вот. И все будет хорошо. Вот такой эксибишин. Здесь я немножечко, совсем немножко. Покупала мелких головок. Центриум, по-моему, что ли. А там семейный. Чтобы просто с корнем вырывать и кушать. И мы уже часть вырвали. На то место я посадила кану. И, в общем, в общем, все нормально. Вот так у меня там стоят возле забора ящики. А здесь вот такая дуга-радуга моя. Радуга-дуга. Вся в подвесах. Правда, она еще не крашеная. До сих пор мы ее и не покрасили. Но что-то у нас никак нет времени. Туго со временем. Картошка у нас зашла. Но взошла как-то неровно. Вот там первый рядочек. Витя уже загреб или огреб, надо сказать. Но всю ее огребать не будешь. Поэтому будем делать выборочно. Вырос рядочек. Огребли. Там вот вдалеке у нас Андретта. Она тоже готова, наверное, рядка три. Огребем. И, в общем, будем огребать в этом сезоне выборочно. Как-то всходит неравномерно картошка. Так чувствуют себя кабачки. Нормально. Здесь диамант и кавели. Два кабачка. Больше нам не надо. Этих будет девать некуда. Видите, тоже укрывное здесь у меня. Старенькое, грязненькое. Мы тоже прикрывали от солнца. От палящего солнца. В той стороне у нас юг. И здесь как раз на наши кабачки падало солнце. И они теряли тургор. Мы их прикрывали. Будут еще холодные ночи, друзья. У нас пишут, что будет до плюс шести или плюс пяти. И поэтому тогда обязательно мы прикроем свои кабачки. Как же пройти мимо такой красоты? Это такая плющелисная пеларгония. Просто красавица. Мне нравится больше плющелисная пеларгония. И с этой стороны. Вот. Такая она красотка. И вот эта нежная, розовая. Но очень красивая. Друзья, как не хочется показывать свою яблоню. Просто сил нет на нее смотреть. Здесь на этой яблоне привито несколько сортов яблок. И все они прививки, привились. Все нормально. Но она вот такая чудо-юда. Мы уже ее подкармливали. Знаете, как бы щелевым способом. Вокруг яблони. Лопатой. Витя проделал такую большую щель. Всыпали туда удобрение. Фертика весна-лето. Опять полили, закрыли. Но толку-то пока никакого не видим. Никакого не видим. Не знаю. Как-то не на месте, наверное, она у нас сидит. За туалетом у нас абсолютно нет солнышка. Вот здесь. И я сюда принесла георгины. Георгин горшечный. Очень красивый. Что-то с ним сделалось. И он стал пропадать, пропадать, пропадать. Возможно, это клещ. Я думаю, что клещ его съедает. Я уже обработала, наверное, раза два или три. Сейчас выписала препарат Санмайт. Навалдвейс. И он, конечно, здорово помогает от клеща. И обработаю еще все подряд. Все свои цветы. Вот посмотрите. Вот эта фуксия. Она никакой не клещ. Она просто сгорела на солнце. Стояла в палисаднике. И сразу возле дома. И я перенесла их сюда. Они все равно страшненькие. Пусть стоят. Дала им какую-то жизнь. И пусть они здесь находятся. Раньше здесь тоже росли овощи. Чеснок, лук. Но пришло время, что нам столько не надо. И я насадила сюда цветок. За цветок и будет красиво. Вот так, друзья. А это зимый чеснок. Я его сажала не под зиму. А где-то в апреле. В конце апреля. Что вот кончики желтенькие сейчас. Это нормально. Идет отток питательных веществ в головке. И он должен быть таким. Подкормила я его один раз азотным удобрением. Когда он взошел. И второй раз подкормлю только перед сбором урожая. То есть за месяц до сбора урожая. Я подкормлю серно-кислым калием. Вот так. Здесь я по чесноку сажала редиску. В середине я сажала тоже в апреле. Мы уже ее съели. Давно редиску едим. Кушаем. И вот по бокам я посадила еще раз. Попозже. Она-то у нас и осталась. Вот так. Редиску кушаем в два этапа. Третий этап больше не хотим сажать. Я думаю, там пойдут огурцы, помидоры. И нам уже редиски столько и не надо. Да ее и вообще потом будет не надо. Это плекрантус. Посмотрите, какой красавец. Прямо я не знаю. Этот подвес нужно было куда-то подвешить на видное место. Но абсолютно некуда. Пусть стоит как резерв. Ну и, конечно, как всегда, мой рабочий стол. В этом сезоне он весь заставлен. И абсолютно весь. Скоро зацветет фуксия Леонита. Ой, ну какая она тоже красотка. Потом покажу вам. А этот остеоспермум махровый, как его называют в 3D, я посадила его возле гаража в рабатке. И один все-таки посадила в горшочек. Говорят, что он в горшке очень себя хорошо чувствует. Ну, проверим. Проверим. И убедимся сами. В этом колесе на навозной кучке у меня растет перец. Острый перец. Казахский. И вот, посмотрите, он там уже покраснел. Это растение более-менее. И то листочки, по-моему, это магниевый хлороз. Точно не знаю. А здесь желтоватые листочки. В общем, 2 перца мне не очень нравятся. Хотя перчики тоже есть вот на них. А этот-то перчик, ну, более-менее. Более-менее. В этой гряде, как мы называем, короб. Ну, сколоченный из досок. Внизу навоз. Все по-деревенски. Потом земля. И вот сидят мои огурчики. Огурцы как-то плоховато растут, я так считаю. Отдельные, вот как этот, нормально растет. Там уже какие-то завязи начинают появляться. В общем, похоже на завязи. Вот. А, в общем, остальные как-то растут очень медленно. Очень медленно. Тем более я их сажала рассадой. Рассадным способом. И они вот такие. Никогда раньше я рассадным способом не сажала. Всегда сеяла семечками. Все росло хорошо. Ну, последнее время, вот последние два-три, наверное, года. У нас как-то погода весной сразу. Тепло, хорошо. Потом такой холод. И когда рассадой посадишь, растет себе в теплице. Да и растет. И ждет своего часа. И мы не заморачиваемся. Открыть, закрыть, открыть, закрыть. У нас есть что закрывать и открывать. Поэтому вот так вот выращиваю последнее время рассадой. Посмотрите, какие плохенькие еще огурчики. На вид они, конечно, зелененькие, хорошие. Ну, не знаю. Начали уже давать вроде как усики. И я думаю, что, наверное, вырастут. Вот. Ну, они меня не удовлетворяют своим развитием. Вот так, друзья, сказать. А зовут их Трилоджи. Это новая теплица. Как мы ее зовем, вторая. Я сейчас пройдусь по ней и покажу вам томаты. Сразу говорю, что показывать особо нечего. Никаких помидор нет. Но завязывается. Вот там, видите, помидорки завязываются. Даже не буду говорить по сортам. Потому что это, ну, как бы не очень интересно. Нет. Интересно, конечно, но просто показывать сильно-то нечего. Вот. И ролик будет длинный. По сортам мы потом посмотрим чуть попозже. Чуть попозже, когда помидорки навяжутся. И будет есть что показать. Вот так, друзья. Ну, вот в таком они состоянии. В таком состоянии. Ну, я рада, что они хотя бы завязываются. И уже понятно, что они вырастут. Вырастут и нарастут. Зашла с другой стороны. И просто хочу вам показать один сорт. Мне его прислала Катюша как горшечный. Но ей также прислали пересорт горшечный красный. А он получился вот такой вот. Какие хорошенькие помидорочки. Да много их. Вот так, друзья. А он получился высокий. Она сказала, метр тридцать у нее было. У меня, может быть, в теплице еще будет больше. Но главное-то... Пасынки такие хорошие, развитые. На каждом пасынке тоже уже вот такие вот цветочные кисти начинают завязываться. И кисточки-то такие хорошие. Вот дальше уже с помидорками. Она сказала, что кому бы я не давала, все оставались довольны. Урожайный, вкусный, интересный. Ну, посмотрим, друзья. Понаблюдаем за этим сортом. А это теплица старая, то есть первая. Здесь помидоры кажутся такими высокими, большими. Но это потому, что они растут в карабах. Такие карабани маленькие. А дальше и томаты тоже высокенькие. И, в общем, получается, что они намного выше, чем в той теплице. На самом деле, мне кажется, что это просто иллюзия, что они такие большие. Ну, и тоже растут, конечно. А пасынки растут еще быстрее. Сегодня утром я зашла сюда. Господи, только я обрывала пасынки. Да каждый день эти пасынки обрываю. И уже то там, то сям обрываю опять пасынки. Вот тоже завязывают помидорки, плоды. В общем-то, все идет по плану. По плану. Это гигант Новикова. Тоже завязывает плоды. Но почему-то вверху лучше завязывает, а внизу вот какой-то замер. И все. И вот рядышком про тот, который я вам говорила, что совсем плохо растет. Вот. Вроде как он немножечко повеселел. Но не знаю, что с него будет, не знаю. Будем наблюдать. Вот смотрим. Ильинский Алатау прямо молодец. С самого низу стал вязать плоды. И вот доверху цветет. Пока еще не вижу, чтобы цветы отваливались. То есть завязи. А вообще-то у меня уже отваливаются завязи. Хотя я их и обрабатывала уже макбором дважды. Что нужно, я им не знаю. А нужно то, чтобы было проветривание, чтобы была температура, ну, хотя бы не выше 30-35 градусов. А здесь, если на улице температура была 30 и даже 33, то в теплице, друзья, надо полагать, что здесь все 40, а то, может, и 42. Поэтому, конечно, все завязи не останутся никогда. Но, как я говорю, что нам хватит. Нам хватит. Вот, видите, опять такой пасынок. И, в общем, надо их без конца только смотреть, смотреть и убирать. Здесь вот у меня аж 4 ствола получается. Ну, пусть растут. Пусть растут. Посмотрим, что из них получится. Здесь 3. Здесь 3. Ну, а этот так и не растет. И растет даже листочки, кто подсыхает. Это козула 132. Такая плохенькая. Ну, ладно, посадим на следующий год. Все равно добьемся, что она у нас будет, ну, хорошая, покажет себя хорошо. А здесь, возле старой теплицы, тоже растений полным-полно. И вот стоит подвес. Белый такой, какие я вешаю на своей радуге-дуге. И я думаю, что это будет как резерв тоже. Это гвоздика многолетняя, ампельная. И это маточник с прошлого года. А это свежее растение этого года. Конечно, оно, посмотрите, какое хорошенькое, цветет уже. А это цвела в теплице, но сейчас пока не цветет. Будет ли цвести, не знаю. Вместе с вами посмотрим. Оставайтесь со мной на канале. Такое палящее солнце было. Здесь стоят они неполный световой день. То есть, неполный на солнце день. И вот посмотрите, как опалило им листики все равно. Вообще, нет, такую жару я не люблю. А сегодня для растений самый подходящий день. Прямо, я не знаю, такие они славные. Сидят, растут и радуются, что им не холодно, не жарко. В общем, молодцы. Вот тоже сразу удаляем пасынки. Прямо вместе с вами. Вот так. Так, тоже томаты нормальные. А это другой парник. И тоже здесь помидоры хорошие. Ой, ну я вот Данка не перестаю удивляться. Посмотрите, сколько там томатов. И дальше. И в общем, ну какой молодец. И дальше вот здесь тоже завязаны томатики. В общем, а это какой? А это самое лучшее тоже, между прочим, с помидорками. В общем, и здесь вот помидорки. В общем, в этом парнике, который с навозом. Ну, внизу навоз у нас наложенный, потом земля. Здесь растут, конечно, лучше, чем в первом парнике. Хотя в первом парнике тоже хорошие томаты. Вот так, друзья. А это томатный гном. Дерзкая Мэри. Прямо так хорошо себя чувствует весь в помидорках. Помидорки-то есть и на других томатах. Но чувствуют они не очень. Желтоватые. Я уже полила их с лимонной кислотой. Подкислила водичку, чтобы они брали питание из грунта. Но не знаю, что из этого получится. В прошлом году я так тоже делала. В новой теплице у меня не росли. Я поливала с лимонной кислотой. Да, потом они оправились, стали расти. Но я не знаю, из-за этого оправились. Или из-за чего-то другого. Ну, помидоры наросли. Но не столько, сколько бы мне хотелось. Здесь тоже грядка с чесноком. Но я хочу показать не чеснок, а морковку. Я никогда морковку не сажу в грядку отдельно. Вот посмотрите, здесь у меня она вокруг грядки посажена. То есть чеснок обсажен морковкой. И нам вполне хватит. Эта гряда обсажена морковкой. И затеплиться показывала вам чеснок. Он тоже обсажен морковкой. Вот эта грядка, в общем-то, я и вам покажу. Вот тоже всё. Всё морковочка, всё морковочка. И так до конца. И нам этого вполне хватает. Вот, горох тоже растёт в один ряд возле забора. И плетётся по рабице. Вот по такой железной. Но ему не хватает этой рабицы. И Витя притягивает вот такой сеткой пластмассовой к забору. И тогда он лучше, крепится лучше, не падает. Вот такой у нас горох. И длинная-длинная грядка в один рядочек. Вот, горохов бывает много. Даже собираю на семена. Но горох не консервирую. Раньше консервировала, сажала много. Сейчас мне это не надо. Столько цветов. Да я буду ещё заниматься с горохом. Купил немножко, баночку две с кужем ещё купил. В общем, вот такие дела. Витя мой любит семечки. И именно семечки свои. И вот так вот, посмотрите, он насажал подсолнухов. Подсолнухов. Вон там вдалеке стоят палочки маленькие. Это он ставил их, чтобы видно было, куда посеял свои подсолнухи. За теплицей у меня здесь тоже цветы. Просто их некуда подвешать. Нет места. Это остеоспермум, ампельный. Он разрастёт. Такие вот красивые ромашки, большие. Вставлю фотографию вам, как он у меня раньше цвёл. И вот этот цветок, как Сан-Виталия. Мне подсказали, что его надо побольше посадить в кашпо. И я вот в подвес насадила. Здесь, наверное, штук пять растений. И вот посмотрите, как он разросся. И правда красиво-то получается. В прошлый раз у меня получился подвес не очень красивый. Тоже сейчас вставлю фото. Ещё один подвес, который некуда подвешить. Это биденс. Биденс ампельный. Вот такие вот прямо красные цветочки. Да много так разрастает хорошо. Здесь вначале посадила одно растение. Потом как-то оно на бок завалилось. И я подсадила ещё одно попозже. Поэтому разрастётся, конечно, потом всё. Кроет землю. И вообще будет просто шар. Очень красиво будет. А это петрушка. И петрушки всего вот столько. Она разрастётся, что её будет девать некуда. И зачем помногу тогда сеять? Помногу ничего не сею. А это томаты для открытого грунта, которые растут за малиной. Малина стеной. Им закрывает солнце. Но они всё равно растут. И завязывает помидорки. Это тыква. Всего одна. Здесь томат, который... Кто со мной на канале видел, я показывала. Говорю, это Любань. Он был жёлтый. Сидел, потому что в пол-литровом стакане. И вот сейчас он отходит. Нормальный. А эти томаты все сидели в большом объёме. В полторушках. А то и в двухлитровых стаканах. Поэтому они выглядят нормально. Все зелёные. Завязывают плоды. Мы прикрывали, когда было холодно. Сейчас пока не прикрываем. Будет холодно, опять прикроем. Вот у нас сердцеедка. Вот она завязывает. Посмотрите, такие вот плоды хорошенькие. Уже. И у нас с плодами это москвич. Посмотрите, какие хорошие помидорки. И там тоже. Хотя здесь вообще солнышко. Но никакого. Никакого солнышка. В общем, вот такой москвич. Он, между прочим. Да, и там ещё. Посмотрите, там ведь тоже плоды. О, ну-ка сейчас вот с этой стороны. Вот смотрите, там плоды. Здесь плоды. В общем, москвич хоть и не очень вкусный. Он кисловатый. Но если сажать его на раннее потребление, он очень быстро завязывает плоды. В общем, штамбовый. Не подвязывать его не надо. Ну, я, конечно, всё подряд подвязываю. Не подвязывать не надо. Не посынковать не надо. В общем, посадил и забыл. И, друзья, возьмите себе на вооружение, на заметку. Если вам нужны томаты именно такие, то москвич это для вас. Рассады-то цветов не осталось почти никакой, кроме пеларгонии. И немножко компануло, наверное, два или три растения. А вот капуста средне-поздняя слава, такая хорошая, добротная. Вот столько ещё её осталось. Не знаю, почему-то нынче не берут. На следующий год посею ещё меньше. Нет, погода прекрасная, не жарко. Небольшой ветерочек колышет мои томаты. И я думаю, сейчас-то они назавязывают нам плодов. Быть нам с урожаем, друзья. Всё время думаю, ой, ну в этом-то году точно у меня будут томаты хорошие. А приходит время, и я опять недовольная. Я опять недовольная. Здесь у меня вроде как рабочая зона такая. Постоянный такой бардачок, беспорядок. Но цветов всё равно навешано. И мне очень нравится сесть сюда на качелью, смотреть на вот эти цветы. Они потом разрастутся. Так красиво будет. Ну и, конечно, получать удовольствие. До свидания, друзья. С вами была я, Наталья. И мой канал делимся опытом взаимно. А оставайтесь со мной на канале. Кто не подписался, конечно, подписываемся.